А что с ним на украинском начинать? А мы разговариваем украинскую мову, ну, чуток. Чуток? Чуток, трошечки. Мы уже прилетели. Прилетели сразу в кино. Оделись, видите как? Все одеты. Я увидела девочек, говорю, что там мне как-то непривычно видеть вас одетыми. Начали смеяться, говорю, ну да, обычно же вы раздеты. Там же в купальниках. Да, девчонки подарили Демке Мишку с Лондона. А я вам покажу свой подарок, который уже ко мне приехал, я его уже надела. И он мне так нравится, но я хочу еще. Хочу еще, это часики Швеции. И сейчас есть возможность заказать их вообще со скидкой. Так что я вам сейчас попозже расскажу, покажу, поэтому оставайтесь со мной. Да? Да, и зайдем. Сейчас, кушай пока. Ням. Мы всей компанией ходили на мультик КОКО. Мультик действительно очень добрый, очень классный, нам понравилось. И Демка, когда там были моменты, где там семья, я такой, где Оля, где папа? То есть надо, чтобы вся семья собралась, и он так чуть ли не плачет, меня обнимал, целовал. В общем, такой маленький, но уже понимает смысл всего того, что там происходило. В общем, я под впечатлением прячется, прячется, чтобы нефотографироваться. И Демка. Вот еще такой плохой, вот, и Батька. На семейке. Давай, иди с мамой. Хорошо, иди с мамой. А ты на там, вот, в уголочке. Вот так. Хорошо, иди к нам, 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 иди к нам. В машине было неудобно показывать, поэтому я уже после кинотеатра решила показать вам дома. Смотрите, какая подарочная упаковка. Очень приятно держать такую коробочку. К Новому году действует скидка минус 10%, плюс, если вы воспользуетесь моим промокодом, минус 15%, у вас в общей сложности получится минус 25%. Очень классно. Поэтому внизу оставляю все ссылочки, и свой промокод, и ссылочку на часики можно купить, выбрать. Там идут часы с браслетом, ну, часы плюс браслетик, или к часикам еще идут ремешок дополнительный. Ой, мне-то нравятся мои часы. Там, конечно, я уже в Инстаграм говорила о том, что там были одни, я выбирала между этими, и с черным циферблатом. То есть черный ремешок и черный циферблат. Очень красивые, мне очень нравятся. Тут я пленочку еще не снимала. Вот. Это, в принципе, неплохого качества, но я посмотрю, как приноски будет. Сейчас я уже одевала пару раз, и мне нравится еще браслет. Вот. Красиво. Красиво. Все красиво, красиво упаковано, поэтому для новогоднего подарка вообще очень классно. Поэтому воспользуйтесь новогодней акцией, моим промокодом, и делайте подарки любимым. Там есть как мужские часы, так и женские. Так что сестрам, мамам, вот, можете дарить. И, как видите, да, коробочка очень такая. Даниэль Валентон. Да, красивая. Ника такая, а мне, а мне, а мне. Она просто, мы в последнее время начали многие вещи, ну, какие-то вещи носить. Вместе. Вместе, да. Но пока такие я ей еще не даю, но у нее есть свои пока часики. Вот. Рассказала-показала. И дальше вам буду показывать, рассказывать уже там про Демку, про Демкину обувь. Так что, если интересно, оставайтесь. Я надеюсь, что вам этот лог понравится. Можно пожаловаться? Это счет за газ. Ну, газ и свет. Но, ребята, еще даже не зима, а уже за два месяца 3355. У кого так же. Мы просто живем в частном доме, и от этого, ну, то есть, отопление мы сами регулируем. Я люблю, когда дома тепло. И вот такой счет приходит. Что будет зимой, я прям боюсь. Надо помогать маме, потому что мы спиннеры. Покажи, что у тебя в руках. Покажи, что в руках. Что это? Спиннер. Что это? Спиннер. Это не спиннер, это масло для маминой автомобиля. Это масло. А что мы сейчас будем с тобой делать? Заливать в двигатель, да? Да. Заливать в двигатель. Ты мне будешь помогать? Да? Да. Почему? Почему? Потому что ты мужчина. Потому что я буду падать. Ты не будешь падать. Мама, ты. Да. Я буду на север. Всем доброе утро. Мы с Эмидом приехали в кафе, потому что рано утром мне надо было на СТО. Я с ним поехала на СТО на диагностику. Мне там надо отремонтировать машину. Вот, а потом Дема говорит, я хочу в кафе окунуть. И вот мы приехали на завтрак. Пока у блюз. Здесь очень неплохие завтраки. И что мне еще нравится, это... Давай. Вот, уночка. Когда приносят напитки, приносят такие вот пожелания. Вот одно из пожеланий. Молчание и улыбка. Это два мощных оружия. Улыбка является способом решения многих проблем, а молчание же помогает их избежать. Так прикольно. И так же у меня кофе без кофеина. Тоже тут пожелания. Сейчас тоже буду читать. Пусть. В инстасторию расправляю. Это что, цепеница? Да, вкусно? Это облепиховый чай. Мне нравится какого-то, что недалеко от дома. Просто тут очень неплохие завтраки и есть детская комната. Поэтому я уже завтракаю, общаюсь без телефона, а Демка играется. В Киеве холодно. Я хочу опять забрать всех и уехать. Там здесь солнышко. Теперь думаю, куда уехать на Новый год. Но на самом деле маму хочу отправить с детьми в Трусковец в январе месяце. Очень хочу. Даже маме сказала. Говорю маму. Она говорит, ой, я знаю. Хотя бы там, я не знаю, не на 15, но на 2 недельки. Хочется опять в лесную песню. Но может быть есть какие-то другие варианты. Ребят, кто с Трусковца, подскажите, пожалуйста, куда можно отправить маму с детками. Я бы, в принципе, лесную песню так и оставила, как мы уже ездили, нам все понравилось. Но так как поедет мама, она говорит, я хочу вечером, чтобы были какие-то вечера, чтобы можно было там потом позвонить. А в лесной песне такого нету. Поэтому, может быть, кто знает какие-то такие места. Буду очень рада вашим комментариям. Это мой дубик. Будни мамы блогера. Да, Дема? Кися, конечно, там вкусняшками пахнет. Нельзя. Пошли, мамаша. Сейчас будет качать. Догоняй меня. Вот, как обычно. Были на заправке, в магазине, на СТО, в кафе, а всего лишь 12 часов. Сейчас обед и буду укладывать малого спать, а вечером поеду на открытие одного ресторанчика. Вот. И партнером опять является сеть заправоковка. То есть они меня приглашают. Так, представьте, со мной. Буду вам сказать. Мы в ресторане Мэйвэй, в котором мы понимали, что клиенты многие едут просто ради кухни. Не потому, что им нужно заправить машину. Не потому, что им там нужно купить омыватель и так далее. То есть многие переходили из соседних офисов. Многие приезжали специально по пути домой. Создав службу доставки, мы видели, насколько востребована кухня Азии в принципе в Киеве и непосредственно наша от Мэйвэй. Поэтому мы подумали, что, коль наши гости любят, ценят и хотят больше Мэйвэй вкусной Азии в Киеве, ну что ж, welcome. И решили сейчас открыть. Мы очень рады, что вы станете одним из первых гостей, которые отведают нашу кухню. Два слова про меню, что мы здесь представили. И здесь топовые позиции первого Мэйвэй, которые уже заслужили большую любовь наших постоянных гостей. Начиная от традиционных супов, там там ям, рамен, там ха, любимыми лапшой, рисом, там удон с говядиной, к примеру, салат с уткой, по-пекински. И димсамы, которые очень любят наши гости в коробочках паровой, по улочке, по отзыву. Также в этом ресторане нам удалось реализовать и новинки, расширить меню. Сегодня у вас будет возможность познакомиться с каждой из них. Собственно, сегодня дегустационное меню полностью состоит из тех новинок, которые мы внедряем в этом ресторане, и которые, надеемся, вскоре, после положительных отзывов, внедрить и на первом ресторане Мэйвэй. Ну и, собственно, два слова про интерьер. Как в первом случае, так и во втором, у нас интерьер отличается такой лаконичностью. Однако здесь мы постарались все сделать еще более таким стильным, уютным, для того, чтобы это не только было, да, там ресторан, который возле заправки быстро приехал, поел, уехал. Все-таки для того, чтобы здесь хотелось провести больше свободного времени, там, с любимым человеком, прийти на бизнес-ланч, или же просто посидеть на выходных с подружкой и потом забежать на кое. И, как в случае с первым рестораном, так и во вторым, как сказать, как и со вторым, мы этот концерт называем «Смортура». Так, вот, жареные спринг-розы, отличная сыска, тестировать, ну, по-моему. Да? Да. Дегустация. Ну, и вот мы сейчас наблюдаем первый салат с голубым рисом, тёплый салат с морепродуктами и голубым рисом. За то, чтобы буквально меньше недели, когда открыли ресторан, ещё никому о нём не рассказывали, то есть наши гости, это были те гости, которые просто саппределили имя, не обиделили имя, не обиделили имя, и, так сказать, из тех гостей, которые у нас были, это салат, мы сейчас все рекорды, по-моему, по-моему, по всем продажам, по всему, а возможно, что можно... Можно, по-моему, 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 возможно, ещё, по-моему, я знаю, что, я думаю, что твоя идея, расскажи, в чём есть секрет, в чём была задумка. Так, это первый салат. Возможно, кому-то неудобно есть палочки. Вы говорите наших девочек, мы их принесут вам приборно. Пока что... А у меня есть салат, по-моему, по-второму, что увидят? Ух, сунуть и свинные, наверное, въедут. Точно, я и не увидел. А это как правильно, сейчас, как вы сказали, что? Да. Палочка, я не вижу, как вы пришли. К нему выдаём булочки галочные, во всём это сейчас расскажет Максим. Значит, это будет просто польск реветель. Так, у нас на спаде, так, аккуратно с этим супом. Ну, я думаю, мы как раз дорастали к стадеджу, когда даже не торчит, снежок попавали. Суп, сана, страва является видом паранаканской кухни. Это такой культик кухни, которая имеет территории. Его придумали переселенцы, китайцы-переселенцы. Вот так их называют, паранакан. На спаде, запах, что на своей стороне споры от той краины, Сан-Амур, Малайзия и Донезия. Сыр-тофу. Опять же, приветка. Стеклянное лапчат. Какой сыр-тофу. Можно лапчат с очень необычными продуктами. Ну, на самом деле, очень вкусно. Это хватит. Это все. И все, да. Дема поливает рыбу лаймом. Хватает сил или помочь? Помочь. Помочь. Давай, вот так, смотри. Так, берем. Вот так выдавливаем, выдавливаем, выдавливаем. Так ты же мне не даешь. Вот так, да. Вот, видишь, капельки? Вот так. Так. Мамин помощник. Все, твоя рыба готова. Да? Это моя иба? Твоя иба. Скажи, рыба. Иба. Рыба. Иба. Рыба. 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 Чудик, мамин. У меня часто спрашивают, говорит, Аня, у тебя есть домработница? Кто там убирает, типа, дома у тебя? Вот какая у меня домработница, зубная щетка, тряпка. И мою, убираю я все сама. Я люблю зубную щетку. То есть, если убираю, то убираю тщательно. Поэтому раз в неделю, у меня такая как генеральная уборка. Да, Дио. И я полностью все вот это вот отмываю, оттираю. Хочу такой мультик. Сейчас, зайчик. Вот, кстати, по поводу мультиков. Они когда делают уроки, и что Дио меня не отвлекало, я включаю мультики, сама начинаю мыть, убирать. Ну, в общем, чтобы не задавали мне такие вопросы, я уже говорила не раз, что на своем канале я не хочу показывать уборку. Я хочу показать что-то хорошее, вдохновляющее, расслабляющее. Потом, девочки, пожалуйста, не простите меня. У меня никого нету, готовлю я сама, убираю я сама, с детьми сижу сама. В садик мы пока не ходим. И, в общем, как-то, как-то вот так. Что это? Это зубки. Зубки, смотри. Есть голубенькая с желтеньким. Есть зелененькая с голубеньким. Есть зелененькая с желтеньким. И еще какая она, доставай. Давай. Красная. Есть еще какая? Красная. Какая-то цвет красная. Красная, да. Какую ты хочешь? Забирай. Какая тебе больше всего нравится? Я... Эта. Вот эту, красную. Значит, этой мы будем чистить. А это давай поскладываем обратно. Давай. Давай. Держи. Тысячи три. Это один. Один. Теперь. Пять. Нет, два. Два. И три, да? Три. Один, два, три. А это что у тебя? Пася. Какая? А медвежонка будет. Медвежонка, да. Улыбается медвежонок. Дема будет чистить зубы. Эм... Эм... Эмвей прислал на обзор мне. Ну, то есть не мне, Демке. Угу. Видишь, нет зублей. Все, остановись. Будем чистить зубки. Пойдем купаться, да? Давай. Пася. Давай мы это положим. В ящичек. Да. Сюда вот. Вот так вот. Да. И будем открывать. Я буду открывать. Ты будешь? Ну, давай. А мама пока расскажет. Эмвей прислал Демке на обзор зубную пасту. Глистер детскую. Со вкусом клубнички. Да. Вот. И зубные щеточки, четыре штучки. Демка выбрала тебе красненькую. Давайте я помогу. Вот тут надо открывать. Давай вместе. Открывай. Тяни. Давай, 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 давай. Умница. Я буду сам. Сам, ну давай, сам. Хорошо. Вот. Если честно, я не знала, что есть детский глистер. Я глистер вообще очень люблю. У меня сейчас вот такая вот есть паста. Все. Она без стола. Мама, Аким, давай вместе. Давай вместе. Открывай. Так давай. Я же тебе помогу. Я? Давай. Опа. Давай вот тут вот. Я? Давай сам. Ну, молодец какой ты сильный стол. Да. А теперь что мы делаем? Надо ну-ка. Пахнет? Мммм, как вкусно пахнет. Буду я чем? Давай, только чуть-чуть надо горошинку. Маленькую горошинку. Я не знала, что у Эмвея есть детский глистер. Я знаю взрослый, он очень классный. Вот. Девушка, я думаю, что достаточно. Вот. Держи. Пахнет так вкусно. А мы сейчас прочтем, что тут есть в составе. Детская зубная паста глистер содержит эксклюзивную форму, разработанную для предотвращения возникновения кариеса и эффективно очищает от эффективной защиты детских зубов. Она мягко очищает эмаль и бережно заботится о растущих зубках. Без сахара, препятствует возникновению кариеса, мягко очищает зубы. Нравится? Мой маленький, как он чистит зубки хорошо. Умница. А теперь сомкни их. Вот так. И чисть. Вот так. Да, давай. Ну, сначала идем очистить, потом я им очищу, когда он не разрешает. Ну, это у нас такое занятие любимое. Чистить зубы. Спасибо МВЕ на самом деле, потому что я даже прям очень-очень благодарна. Я знаю, что зубные пасты именно глистер. Ну, я много лет ими пользовалась. И слава Богу, мои зубы твы 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 твы, вы сами видите. Очень даже. Демидушка, а что ты кушаешь? Кашу. А что в кашу у тебя есть? Мммм. И гуци, и бананы. Бананы, яблочко, да? Да. Девочки, беру овсянку, туда бросаю яблоко и оно становится мягеньким, пока овсянка варится. Потом добавляю туда банан И чай с ромашкой И с утра приходит и такой Мама, доброе утро, хочу кашу Так что утро у нас начинается с каши Иногда еще делаю омлет Куча Куча Вкусно, да Зачем ты над зайчиками издеваешься, Дю? Я не надеваю А что ты делаешь? Я вот открыл Рот в тайчику открыл? Не А что? Я и гаючим А пазлы ты умеешь собирать? А я не Почему? Потому что ты можешь Я могу? Ну вот же ты пазлы собрал Давай теперь еще Давай Давай Мы с Демкой собираем пазлы У нас есть как обычные пазлы О, приполз Только что говорит Я не буду сниматься Обычные пазлы Картонные Ну как я имею ввиду Которые привыкли все собирать И вот есть деревянные Деревянные у нас появились Еще давно-давно Мы их до сих пор не разрисовали Я жду пока Демка подрастет Чтобы мог разрисовать Вот Потому что у нас тут есть Сейчас покажу Уже Сейчас Мы уже разрисовывали Давай У нас есть цифры И цифры Вот, да И цифры Разрисовывали Вот Но здесь сложнее Потому что хочется разрисовать Очень красиво А мне можно? Конечно Пожалуйста Самое интересное Что мне нравятся Они деревянные Мам, я рисую мне Хорошо Давай ты разрисовывай Можно разрисовывать Получается карандашом Можно акриловыми красками Красками Можно фломастером Фломастером получается Вот, фломастером Очень ярко Вот, но мы Ждем, чтобы Ну, с ней-ка Не могу Не можешь? Потому что этот карандашик Видишь Его надо поточить Сейчас мама поточит И я уже тоже показывала Своих видео У нас тут есть такая коробка Вот С разными Корсинками Давай фломастером Давай фломастером А я это? Фломастером? Да Хорошо Только фломастером Подожди Фломастер уже не пишет Потерялась крышечка Да И он засох Давай мы девочкам покажем Что у нас есть в коробочке Давай? Да? Да Хорошо Давай показывай Что у тебя здесь есть Какие у тебя есть тут картинки Это кто? Морской конек? Да, макой конек Скажи, морской конек? Макой конек А это кто? Кути-кути Как это? Морж? Морж А это? Киви Да не киви Это хурма Это кови Хурма Кови Он балуется Не хочет Играть Ну, то есть Не хочет Рассказывать Да? Это кто? Чипчка Чипчка Это калибри 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 Пожарная машина Пожарная машина Пожарная машина Правильно Так скажи Пожарная Это пожарная машина Правильно Молодец Ура Дема 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 наконец-то Решил Снимать Сниматься У моего видео Кто это? Что это? Никто Кто? Это живые Существа Кто это? А Дем Это хурма Курма? Да Хурма это что? Это кума Хурма, правильно Это какой цвет? Малиновый В общем мы поменялись ролями И теперь Дема учит маму Он полностью зеркалит меня Зеркалит? Зеркалит, да А это морковка Это морковка, правильно Морковка Морковка Какая цвета? Какая цвета? Цифра это 70 Это 7 Это 0 А если вместе То это 70 Ну зачем ты выбрасываешь? Ждем Так не надо Кто это? Какой это цвет? Нет Ты Черный Черный цвет Квадрат Малевича Что это? Краб Краб Это морж Это креветка Я люблю есть креветки Я знаю Это папа Папа есть будет И папа любит есть креветки Да У нас все любят есть креветки А почему? А потому что они вкусные Ты что же любишь креветки? О Мой папа И тот И креветки Привезут? Конечно Привезут Да У нас сегодня Выпал снег Причем Так много снега Что Дема говорит Я хочу идти Лепить снеговика Сейчас снега придет Из школы И они во дворе Уже будут лепить снеговика Я включила Чтобы показать вам Демкины ботинки Вот У него их очень много Разных Сапоги Да Да Девушка Ты от света Отойди пожалуйста Любимый Он у меня Кстати в этом В комбинезоне Купила бабушка его Но он великоват У него Но я все равно надела Очень классно У меня вот там Он очень тонкий Сейчас я тебя поправлю Он очень тонкий И ему очень классно То что он может Двигаться свободно У меня большая попа У тебя большая попа Ну в комбинезе Да Пупа большая Вот Света мало Просто дома Из-за Того что уже темнеет А у меня дома освещение Конечно не фонтан Поэтому Видите Не совсем Мне хочется и видео дома снимать Если честно Так Возвращаюсь к ботинкам Эти ботинки вообще не дорогие Это не натуральный мех Но мы с мужем Когда их увидели Решили попробовать И купить Стоили они Около 400 гривен По моему Или 380 Ну Как-то так Вот Они такие добротные Они не сильно тяжелые Но вот они такие Прямо на меху И внутри Они на меху И нам подобрать Демки обувь Очень-очень сложно От того Что у него Такой подъем Ножка из подъема Поэтому нам надо Чтобы здесь Вот И липучки были И здесь Чтобы замочек был Мы когда их увидели Он примерил И вроде было нормально Сейчас Тест пройдет Мама Хочу подарок Хорошо Мама Хочу подарок Дема ждет Дед Мороза И Нового Года Он хочет подарок Вот Поэтому сейчас Будет тест Этих ботинков Посмотрим Я его обую Он будет В дворе бегать Играть Лепить снеговика И проверим Ножки будут сухие Или нет Насколько Будет комфортно Вот Купила я Их В метро Харьковская Есть такой Магазин Называется Конфискат То есть Обувной конфискат Вот Вот там Вот и купила Солнце Детская обувь Производство Давай Фокусируйся Вот даже есть Свидетельства В общем Что они качественные Слегляно просто Ну я думаю Это Украина Производство Мне кажется Ну не знаю Глянем девочки Это для тех Кто Не покупает Детям Например Дорогую Обувь Для улицы Для прогулок Но при этом Хочешь Чтобы ножки Были В тепле По поводу Ортопедической Стельки То есть Многие покупают Сразу обувь Ортопедическую Мы с мужем Тоже хотели Купить Ортопедическую Получается Обувь Но посчитали Что Купить За полторушку Обувь На два месяца Нет смысла Мы просто Купили стельку На размер больше Обувь И сейчас Стельку Я вставляю Сюда И вот Как бы Вот так Решили Поэкспериментировать Сейчас Глянем Как будет Могила Могила Посмотри на меня Покажи свои перчатки Какие у тебя перчатки Покажи Красивые перчатки Могила Могила Не надо бросать Снеговичка А ну Покажи Какая у тебя Обувь Красивая Я опять Влог затянула Но не могу Вам не показать Тут у меня Собрались Книжечки Новиночки И я сделаю Отдельный Обзор На них На своем канале Жизнь мама Которая девушка Тут реально Очень крутые Книги Я очень люблю Издательство Миф Здесь Есть Как для Демы Так и для Доминики Вот как работает Тело Я сама Открыла И просто Можешь сказать В этой книге Пропала Очень Очень классно Так Поросто покажу Что здесь Кстати Это книга 16 плюс Ну понятно Что книги Еще нет 16 Но Ей тоже интересно Вот Также есть Камон Ну кумон Кто как называет От двух лет Зоопарки Новиночка Единицы Измерения Геометрия Первый уровень Мы с Демкой Попробовали Пока он Еще ничего Не понимает Но я думаю Что буквально Еще чуть-чуть И уже Начнем разбираться Ну пусть будут Ожили картинку От 4 лет Тоже Но так как они Делают вдвоем То есть с Доминикой То Демке Нормально То есть он просто повторяет За ней Тетради Кумон Они реально Очень Очень Классные Они Для детей Развитие Колоссальное Ну и плюс то что Качество И идея Сама идея Очень классная Вот Так Логика от 5 лет Мышление и развитие И мышление и развитие От 4 лет Тоже логика Мы с Никой Тоже зависли По моему По моему На этой книжке Такие Открыли И на некоторых Вопросах Такие Стоп То есть Реально Взрослым Тоже интересно Потому что Мы всей семьей Начинаем Разгадывать Угадывать Рассказывать Где что Куда В общем Очень интересно Мне очень нравятся Эти тетради Поэтому девочки Очень их рекомендую Ну и Две книги Детектив Пьер Распутывает дело В поисках Похищенного лабиринта Я эту книгу Вам уже показывала Ника Уже на своем канале Уже показывала Ну Не знаю Давно правда Уже было Это Очень классная Она потрясающая Сейчас я вам Покажу Здесь Надо Распутывать дела Но тут действительно Очень интересно И Ника Может Зависать Над этими книгами Очень-очень долго И вот тут Вот новиночка Появилась Сейчас я вам покажу Детектив Тоже Пьер Погоня в башне Лабиринтов Они похожи Но при этом Все равно разные Дети обожают Эти книги Я не знаю Издательство Миф Вы просто Огромные молодцы Мне кажется Даже дети Которые не любят Книги Они полюбят Благодаря вашему Издательству Книги нельзя Не любить Поэтому Вообще Я просто В диком восторге От этих Новинок Если вам интересно Был обзор Прямые эфиры Так что Кто не подписан На инстаграм Подписывайтесь А у кого нет В инстаграм Заведите Все Всем пока-пока И до новых видео